Я рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре проектирования BIM-моделей в Revit, создания инженерных сетей. Лектор Станислав Возчиков, специалист по BIM-проектированию. Сегодня у нас пятый вебинар из серии вебинаров BIM-проектирования от основ до практического применения. Следующий вебинар из этой серии состоится 22 августа. Также напомню, что у нас сейчас проходит серия вебинаров с профессором Эдуардом Мейеровичем Базеляном. И следующий вебинар у нас состоится 8 августа. Напомню, что эти вебинары приурочены к выходу новой книги профессора. И данный вебинар будет на тему, что нужно рассчитывать для разрешения проблемы электромагнитной совместимости с грозовым электричеством. Для тех, кто еще не зарегистрировался на один из этих вебинаров, я в чат отправлю ссылочки. Вот они. Это все вебинары ЗАНС. Также узнавать о новых мероприятиях вы можете не только на сайте, но и в группах в социальных сетях. Ссылки на них также отправляю в чат. Вот они. Добавляйте сейчас в соцсетях или регистрируйтесь на сайт, не пропускайте актуальные события. Несколько слов по организационным моментам. Наш вебинар сегодняшний продлится 60 минут. На вопросы мы будем отвечать в ходе вебинара, в чате и дополнительно в конце вебинара. Сразу отвечу на частый вопрос. Запись вебинара будет. Мы обычно публикуем ее на сайте через 2-3 дня после того, как прошел вебинар. После этого происходит рассылка по электронным адресам тех пользователей, которые зарегистрировались на вебинаре. Ваши вопросы я прошу оставлять во вкладочке «Вопросы». Это в чате. Есть общий чат и рядом кнопочка «Вопрос». И призываю вас быть активными, задавать вопросы, оставлять комментарии в чате. На этом вступительная часть завершена. Я передаю слово лектору Станиславу. Попробуйте включить-отключить. Сейчас слышно? Вот, все, слышно. Вот, у меня цивилипс. Да, плюсики полетели. Все, я надеюсь, мы решили все вопросы с микрофонами. Я отключаюсь. Станислав, вам слово. У нас сегодня тема занятия «Создание инженерных систем». К сожалению, у нас время ограничено на вебинар. Тема довольно обширная. Поэтому у нас будет такая больше ознакомительная, конечно, часть. Я покажу вам проекты с уже готовыми такими решениями. И, ну, немножечко расскажу про, вообще, про создание, каким образом это создается, какой принцип создания инженерных систем в Ревите. Какой у нас план сегодняшнего вебинара? Первое. Мы рассмотрим параметры настройки трассировок для инженерных систем. Это для вентиляции, для воздуховодов. Также рассмотрим для создания трубопровода, трубопроводных систем, водопровод, канализации и так далее. И рассмотрим также немного про создание электрических систем. Я сам по профессии, по образованию архитектор, но вот по специфике работы, так как являюсь бим-менеджером, сталкиваюсь постоянно с, ну, так сказать, с инженерными сетями в Ревите. Вот, поэтому некоторые технические вопросы, моменты по проектированию инженерных систем, конечно, в них, ну, так сказать, не особо компетентен. Но именно в создании модели Ревит здесь я на вопросы могу ответить. Далее мы разместим, мы посмотрим, как размещается оборудование Ревити, как у них задается соединение с сетями. И также разместим пространство. Пространства нужны для создания различных теплотехнических расчетов, расчетов теплопотерь. Это уже нужно для систем отопления и так далее. У нас в Ревите, сейчас после 16-й версии Ревита, если я не ошибаюсь, у нас в Ревите существуют сразу же все дисциплины. Это архитектура конструкции и инженерные системы. Раньше инженерные системы были отдельно. Отдельно был Ревит, назывался Ревит Мэп, помимо Ревит Струкча и Ревит Архитекча. Ревит Мэп, ну, что это обозначает? Это аббревиатура, это Mechanical Electrical Plumbing. То есть, ну, собственно, три дисциплины. Это вентиляция, это трубопроводные системы и это электрические системы. Мы сегодня рассмотрим немножечко про все эти три раздела. Первое мы рассмотрим про создание и настройки трассировки этих систем. Для этого вот представлен такой проект. Сейчас я открою Ревит. Начать трансляцию. Этот проект создан в Ревите. Это проект отопления и вентиляции. Здесь представлены два раздела, как я сказал. И, собственно, все элементы, ну, вся полностью документация выполнена из вот этой модели. Что у нас здесь есть? То есть, все элементы, ну, можно сказать, также делятся на два вида. Это на загружаемые семейства и на системные семейства. Что у нас является системными семействами, что у нас является загружаемыми семействами. Системными семействами у нас являются все абсолютно элементы различных трасс. Это воздуховоды, трубопроводы, лотки и так далее. Допустим, мы можем выделить, я могу выделить эту трубу и посмотреть на ее описание. В свойствах типа написано, что это системное семейство, типы трубопроводов. У нас есть типы трубопроводов, у нас есть помимо трубопроводов, есть воздуховоды. Они тоже являются системными семействами. Если мы посмотрим, вот системное семейство воздуховод. Помимо системных семейств, у нас также есть и загружаемое семейство. Загружаемое семейство это обычное семейство различного оборудования, арматуры и так далее. У нас здесь тоже такие представлены. Допустим, семейство отопительного прибора. Оно является оборудованием и это уже загружаемое семейство. Все это оборудование разрабатывается, его можно скачать, некоторые библиотеки можно скачать из интернета, но по большей части, конечно, они разрабатываются самими организациями, проектами, которые выпускают эти модели. Можем зайти в это семейство и посмотреть все его характеристики, которые у нас тут прописаны. В характеристиках прописаны различные наименования, масса, завод-изготовитель и так далее. Все, что нужно, чтобы в дальнейшем выпустить спецификацию и таблицы по этому оборудованию. Помимо оборудования у нас также, какие у нас еще есть семейства загружаемые. К загружаемым семействам относятся соединители инженерных систем. Это так называемые фитинги. Для трубопроводов они у нас вот таким образом представлены. Также мы можем их видеть, их название и их какие-то характеристики. И также для вентиляции. Допустим, вот здесь отвод. Отвод воздуховода прямоугольный. Точно так же мы можем видеть характеристики. Эти семейства создаются тоже отдельно в качестве загружаемых, подгружаются в проект и уже заносятся в свойства в настройке трассировки определенных инженерных систем. Где настраиваются настройки трассировки инженерных систем? Где вообще все эти настройки у нас хранятся? Если мы перейдем во вкладку системы на панели инструментов, у нас здесь представлено как раз несколько разделов. Первый раздел это ОВК, это отопление, вентиляция, кондиционирование. Далее у нас вот этот раздел мы сейчас на нем остановиться не будем. Это проект производителя. Далее оборудование отдельно вынесено. И далее у нас есть сантехника и трубопроводы. Все, что связано с трубами. И последнее у нас здесь не хватило немножечко вот здесь места на экране. Это электрооборудование. Это лотки, электрооборудование, светильные приборы и так далее. Все настройки инженерных систем в каждой этой вкладке видим небольшая стрелочка вот здесь в углу. У каждого раздела здесь, здесь, здесь и у электриков вот здесь. При нажатии на эту кнопочку у нас появляется настройка инженерных систем. Такое окно, где мы настраиваем определенным образом для проекта, что нам нужно. Первое это различные визуальные образы скрытых линий, различных зазоров. Это в принципе все оформительская составляющая. Дальше у нас есть параметры труб, точнее параметры воздуховодов и параметры труб. Здесь мы определяем, под какими углами у нас будут образовываться соединения. Мы можем задать абсолютно любой угол, можем задать приращение 5 градусов, можем задать вообще определенные углы. И выбрать из списка какие-то, какие нам необходимы. В настройках торсировки мы указываем, какие виды соединителей, какие виды трубопроводов у нас, точнее воздуховодов у нас будут создаваться в качестве основных и в качестве ответвлений. Что у нас здесь будет. И также отметки. На каких отметках у нас будет это создаваться. И также мы выбираем это для каждой системы. Для приточной, рецикулирующей или отработанного воздуха. Помимо этого у нас есть настройки для различного рода воздуховодов. Это прямоугольные, овальные и круглые. Все воздуховоды, системные семейства воздуховодов делятся на три подкатегории. Это прямоугольные, овальные и круглые воздуховоды. И мы здесь назначаем, какие у нас могут быть размеры этих воздуховодов. Здесь представлены все размеры абсолютно от 100 мм до почти 2,5 м с шагом 50 мм. Если какой-то новый тип воздуховода нужен, то мы можем создать новый размер. Писать его сюда, допустим 525. И он у нас здесь появится. Дальше мы его можем в нашем проекте использовать. То же самое у нас для овальных и для круглых воздуховодов. Во вкладке расчет у нас представлены методы расчета. К сожалению, как я понимаю, и как проектировщики работают, им эти расчеты, методы расчета их не устраивают. Я так понимаю, это расчеты для зарубежных каких-то норм. Поэтому их не используют проектировщики. Здесь представлены в первой вкладке это параметры воздуховодов. Вот, соответственно, я, допустим, создал прямоугольник новый на 525 размер. И, соответственно, при создании этих систем я могу указывать его уже в качестве размера. Допустим, если я создам новый тип воздуховода. При создании нового воздуховода я выбираю уровень, на котором он будет создаваться. Я выбираю ширину и высоту этого воздуховода. Соответственно, так, к сожалению, почему-то не появилась вот эта новая... А, я, к сожалению, нажал отмена 525. Создаем новый тип. Нажимаю ОК. И при создании воздуховода у меня появляется новый размер. Вот, 525 миллиметров. Помимо того, что мы задаем вот таким вот образом ширину и высоту, мы можем также задавать и соединения. Как у нас будет наша система вообще функционировать. Какие соединители будут назначаться. Для этого мы можем зайти в свойства типа определенного воздуховода. И в свойствах типа есть так называемые настройки трассировки. В настройках трассировки мы указываем, какие типы соединительных элементов будут участвовать при создании той или иной инженерной системы. Допустим, для нашего воздуховода, вот этого прямоугольного сечения, мы выбираем, какой у нас будет отвод. В данном списке представлены отводы различные, которые мы можем выбирать. Помимо этого, мы можем добавлять новые какие-то позиции, которые будут участвовать в создании. Допустим, не только вот этот прямоугольный, но, допустим, и прямоугольный с меньшим диаметром закругления. Дальше, помимо отвода, мы можем выбирать тип соединения. Либо это будет тройник, либо врезка. И, соответственно, соединение. Либо это будет какое семейство врезки, либо какое-то семейство тройника. Далее крестовина, переход и все остальное. Все, что нам нужно, мы вот здесь можем указывать. При этом, когда мы будем создавать соединения между воздуховодами, допустим, я вот создаю один воздуховод. И рисую второй. Автоматически у меня создается вот такой вот элемент соединения. Как раз тот, который был указан в настройках трассировки. Соответственно, если мне нужен другой какой-то, то в настройках трассировки я могу поменять с этого типа на новый. Допустим, вот 0.6. Нажимаю ОК. Те элементы, которые уже созданы, они не поменяются. Они не поменяются, они остались прежними. Но при создании уже новых, будут создаваться новые типы соединительных элементов. Вот видно, что тип поменялся на 0.6. Помимо этого, помимо настроек трассировки, что у нас еще есть? У нас мы можем создавать определенные классификации инженерных систем. Классификация инженерных систем у нас присутствует при создании воздуховодов. У нас в настройках воздуховода есть такие параметры, как классификация инженерных систем, тип инженерных систем и имя системы. где назначается классификации типа инженерных систем типы инженерных систем у нас назначаются в семействах мы можем раскрыть вкладку семейства в здесь в диспетчере проектов перейти в вниз на систему воздуховодов раскрыть этот список и здесь выбрать посмотреть какие у нас есть типы систем дымоудаление отработанный воздух подпор но это самые необходимые которые созданы и то же самое допустим по трубопроводным системам по трубопроводным системам у нас допустим гораздо больше всего у нас есть горячая водоподающий циркуляционный противопожарный водопровод и так далее все эти инженерные системы которые написаны с префиксом адска это загружены из стандартного шаблона который можно скачать с официального сайта автодеск они все там представлены их можно уже сразу же использовать как раз таки если нам необходимо новая какая-то инженерная система то мы можем при помощи копирования уже существующей задать ей новое имя давайте напишем допустим тестовая тестовая и в настройках указать какой во первых какое сокращение для системы будет допустим там пусть будет 5 допустим и какие-то характеристики этой инженерной системы в дальнейшем мы можем использовать в качестве инженерной системы данную которую мы создали только что при создании элементов допустим трубопровода я выбираю тип инженерной системы из списка тестовая вот она у нас появилась и сразу же сокращение для системы пишется то которое я указал т5 то же самое происходит и с системами воздуховодов я также могу создать определенную систему и использовать ее в в моем проекте теперь давайте посмотрим на создание также на настройку трассировки трубопроводов при создании трубопроводов что у нас здесь есть при создании трубопровода я могу выбрать определенную трубу и из раскрывающегося списка вижу что у меня здесь есть несколько различных типов допустим адска против полипропиленово канализационная раструбная полиэтиленово и так далее что какие различия между этими типами допустим если выбираю канализационная то при создании данного типа трубы так извиняюсь что не хочет мне там рисовать при создании данного типа трубы у нас создаются автоматически вот такого вида соединители это раструбный фитинг полипропиленовый как раз для такого типа трубы если я нарисую допустим дальнейшем счет тройник мне нужен то он нарисует мне тройник вот такого вида если же я выбираю другого типа трубы трубопровода допустим стальная водогазопроводная то в таком случае у меня уже фитинги создаются совершенно другие так немножечко он криво здесь дело потому что эти соединители только под 90 градусов рисуются а видно да сразу разницу что какой фитинг стал в стальную трубу и какой фитинг стал в пластиковую в раз трубную а все это настраивается как раз в трассировках если я опять же выберу эту трубу зайду в свойства этого трубопровода я вижу параметры настройки трассировки нажимаю изменить и здесь вижу список здесь вижу список тех соединителей которые у меня будут применяться в качестве трассировки в качестве соединителей здесь я вижу первое это какой сегмент трубы у меня будет использоваться сталь углеродистая не не оцинкованная и размеры микс минимальный и максимальный которыми будет присутствовать в данной системе трубопроводов дальше я выбираю какие у меня фитинги будут выбираться я могу несколько вариантов создать допустим для остальных труб это могут быть как раз чугунные резьбовые фитинги которые будут накручиваться на сталь либо для сварного соединения это стальные отводы в дальнейшем я могу также выбирать какие размеры у меня будут а при каких размерах труб будет создаваться тот или иной отвод допустим от пятнадцати до сорока у меня будет резьбовые соединения от 50 до 150 у меня будут сварные соединения труб и то же самое для остальных типов соединения для тройников для крестовин для переходов для соединителей и так далее теперь если я допустим захочу сделать так чтобы у меня и для процент каких-то маленьких диаметров то же стало вставал процент соединитель процент стальной а не чугунный что мне для этого нужно сделать мне нужно для этого сделать следующее настройка трассировки я просто указываю что сварные вот эти вот стальные фитинги у меня будут применяться для всех абсолютно размеров нажимаю окей теперь при выделении этого фитинга я могу спокойно изменить его на стальной вот он деталь стальная сварная выбираю этот тип он спокойно переключился и изменил отображение этого фитинга для того чтобы вот не показывались в этом списке все доступные у вас фитинги здесь сейчас покажутся все абсолютно отводы не только для стальных труб но как видно и для пластиковых и для медных и так далее очень неудобно искать вот в этом огромном списке необходимый поэтому если у вас в настройках в настройках трассировки указаны только два типа то вы спокойно можете нажать на галочку ограничить настройками трассировки у вас показывается только те типы фитингов которые у вас указаны в этой настройке и другие не будут показываться неспокойно можно переключаться если вам нужно необходимо там изменить какой-то тип то же самое происходит и с воздуховодами и с электросетями с электросетями к сожалению немножечко там под по другому отображение происходит вот этих настроек настройках трассировки если я выбираю кабельный лоток то в настройках трассировки я вижу вот здесь нет у меня кнопки большой такой изменить настройки трассировки настройки трассировки находятся прям здесь вот эти все несколько позиций изгиб вертикальный изгиб внутренний и наружный тройник пересечения и так далее это все как раз те же самые те же самые позиции что и находится в настройках трассировки труб и воздуховодов но в отдельной вкладке вот здесь непонятно почему они сделали отдельно отображение для лотков а для воздуховодов труб они сделали вот такое отображение идем далее некоторых случаях здесь допустим для воздуховодов у нас есть возможность сбора расхода нагрузок каких-то это облегчает для проектировщика работу как у нас это происходит допустим у нас есть какая-то система трубопровода системы трубопровода я могу выделить при помощи кнопки тап вот допустим я выделяю систему воздухоза этот работанный воздух и могу видеть имя системы в 3k и я вижу расход этой системы 535 метров кубических час каким образом это задается вот допустим я здесь стоят два крышных вентилятора соответственно по в каждом из них прописан вот расход воздуха 575 метров кубических и если я выделяю определенные воздуховоды то у меня также здесь прописан расход 575 вот самый последний здесь каким образом он собирается собирается он при помощи элементов оборудования допустим у меня есть вытяжная сетка круглая это воздухораспределитель и здесь у меня прописывается расход я для каждого этого воздухораспределителя могу прописать расход и в сумме он даст мне выходное какое-то значение вот здесь вот наверху если я изменю сейчас расход в допустим в каком-то одном месте допустим перепишу здесь не 50 а 75 то у меня поменялся расход для всей системы и соответственно если я выберу вот здесь воздуховод то я уже вижу что у меня расход 600 метров кубических в час он увеличился вот и соответственно мне уже нужно будет тогда менять вот эти вот вентиляторы на какие-то более мощные чтобы они соответствовали этому расходу и так далее все то же самое можно делать и для инженерных сетей трубопроводов также мы можем задавать расход воды но к сожалению с трубопроводами здесь все посложнее особенно с канализацией очень часто бывает так что вот эти вот соединители канализационные они при изменении при каких-то изменениях инженерных систем они там разлетаются у них разрывается связь и вот эти вот вот этот расход не считается все это из-за того что у канализационных сетей есть уклон вот и при помощи задания этого уклона получается очень сложная геометрия что при большом проекте очень сложно уже уследить где у вас там что-то отвалилось что-то оторвалось это отнимает очень большое время и сейчас вот допустим ну специфика такая что инженеры в к они по этой модели практически ничего не считают они не считают ни расходов не не давление не не остальных каких-то параметров помимо того что я сказал ранее сейчас давайте у нас есть возможность задания оборудования оборудование у нас находится в отдельной вкладке механическое оборудование либо мы можем задавать какие-то сантехнические приборы спринклеры и так далее при задании механического оборудования что у нас имеется у нас имеется у каждого механического оборудования определенное соединение если я его размещаю то он не появляется вот такой значок для перетаскивание и для присоединения этого оборудования к определенным инженерным системам также я вижу здесь размеры соединение 860 на 860 это ну понятно что это размеры по каталогу для вот этого оборудования и для присоединения этого оборудования к системе я могу нажать на правой кнопкой мышки на вот этот значок и нажимать на нажать на кнопку рисовать воздуховод задать ему определенную отметку допустим смещение задать чтобы он не нарисовался минус 3 метра вот и у меня нарисовался такой воздуховод как только я рисую воздуховод от вот этого оборудования сразу же присваивается определенная система вот если я нажимаю несколько раз тап у меня выбирается система я могу и выбрать и сразу же эта система отработанного воздуха имя системы автоматически ревит предлагает мне вот такое вот такое наименование механизмы адска отработанный воздух 1 он просто приписывает здесь наименование вот этой системы адска отработанный воздух и просто берет порядковый номер 1 2 3 4 5 и так далее любой момент это можно название изменить допустим на сейчас давайте посмотрим как называется здесь в и также напишем ну чтобы имя системы точно не повторялось я могу написать допустим в 100 такой точно нет если же такая система уже есть то ревит мне скажет что ошибка вот допустим в 3k уже есть нажимаем enter ими в 3k уже использовать повторно использовать нельзя как только я создал новую систему какую-то вот такую даже небольшую а я могу видеть эту инженерную систему в диспетчере инженерных систем это новое окно помимо свойств и диспетчера проектов это окно можно открыть в вкладке вид интерфейс пользователя и нажимаем на галочку диспетчер инженерных систем диспетчере инженерных систем мы видим все системы которые у нас представлены в проекте соответственно сейчас у нас здесь есть система механизмов трубопроводов электрости у нас здесь нету и допустим вот эта система где она у нас появилась в 100 это у нас система отработанного воздуха поэтому раскрываем здесь список так к сожалению здесь все почему то нету давайте посмотрим здесь да вот она у нас появилась адска отработанный воздух и сразу же в этой системе мы можем видеть какое оборудование у нас применено к этой системе мы его можем выделить можем показать в проекте таким образом идем дальше помимо вот этих инженерных систем вентиляции отопления и трубопроводов у нас также есть еще и инженерные системы электросетей а так сейчас момент инженерные системы электросетей у нас создаются абсолютно таким же образом мы также настраиваем настройку трассировки как я уже показывал ранее вот в этом окне мы добавляем новые типы для здесь их к сожалению не загружена новые типы для соединения и уже создаем какую-то трассу помимо этого у нас также есть здесь электрооборудование создание электрооборудования создание осветительных приборов и электроприборов при задании в электрооборудование мы можем сейчас к сожалению тоже не загружены семейство электрооборудования мы можем задавать цепочки создавать цепи электрические и в каждую электрическую цепь добавлять какое-то определенное оборудование которое нам необходимо специфика работы в электросетях такая что кабель но кабели и провода не проект не моделируются времени отдельно моделируется только вот данные элементы это короба кабельные лотки ну собственно само оборудование и вот здесь вот есть кнопочка провод но ведь она не активна почему они активны она активна только там только тогда когда мы находимся в плоском чертеже допустим на плане какого-то этажа если я перейду на план этажа то в данном случае провод у меня уже становится активен это просто обычно аннотационное обозначение но ничего из себя не представляет я могу рисовать абсолютно где угодно и как угодно вот допустим вот так это нужно только для оформления сам провод он не моделируется длина кабеля она рассчитывается относительно размещенного оборудования и рассчитывается она из ну получается вот треугольника вот по максимальной длине между оборудованием рейд это делает автоматически так сейчас я к сожалению не могу загрузить проект с электрооборудованием с ним какая-то проблема случилась вот поэтому у меня на данном этапе все задавайте пожалуйста свои вопросы так давайте во вкладке вопросы здесь уже накопилось я ничего не видел еще спасибо спасибо за рассказ по вкладке вопрос я сейчас буду прям отвечать по 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 порядку первое илья спрашивает можно ли посмотреть скачать проекты эти проекты к сожалению скачать нельзя они только для демонстрации в принципе в интернете я думаю можно найти какие-то решения для ну так сказать для ознакомления особенно даже в самом автодески они при когда вы устанавливаете ревит там есть проекты для ознакомления такие для тестирования так далее системы связи не планируют добавлять системы связи смотрите в принципе так я если вас правильно понял вот вот лен о каких системах вы говорите уточните владлен и мы чуть позже вернемся к этому вопросу дальше александр александр алексей спрашивает фитинги трупов воздуховодов системные семейства или загружаемые или их можно найти у производителя а фитинги трупов воздуховодов это загружаемые семейства они представлены в шаблоне автодеск для отопления вентиляции водоснабжения канализации его можно скачать на сайте автодеск также некоторые производители тоже уже создают свои библиотеки семейства их тоже можно скачать но это уже соответственно у на сайте производителя идем дальше да конечно отдельный курс по электрике это тема обширная поэтому для каждого здесь раздела отдельно для воздуха для вентиляции и отопления отдельно для водоснабжения канализации для электрики нужен конечно это отдельный курс это большая тема огромная на как минимум 40 часов станислав есть со своей стороны тоже комментарий добавлю по поводу отдельного курса спасибо за комментарии мы эти комментарии спираем и ставим для себя какие-то пометки на будущее мероприятие которое мы проводим вполне возможно что уже получается в следующем году потому что на этот год список мероприятий распланирован поставим такой курс в план так что пишите какие пожелания есть по подобным вещам спасибо за комментарии да андрей спрашивает если кабель никак не отображается в модели а только в виде нотации то как посчитать объемы по кабелю еще раз говорю кабель считается относительно оборудование которого процент который размещено в проекте если это оборудование соединено в цепи то длину кабеля ревит читает исходя из положения этого оборудования по максимальной длине то есть он прибавляет так сказать ширину высоту и длину между этими двумя между этими оборудованиями вот между в этой системе дальше как наталья спрашивают уточните пожалуйста как присвоить системе вентиляции новое наименование например скопировав систему в один при присвоите и новое имя например в 2 давайте я покажу вот допустим у меня есть система в 100 которую я создал когда я копирую и давайте скопирую рядышком и мне нужно создать новое имя он не сразу же новое имя присвоил потому что не могут совпадать в ревите имена систем для разных систем теперь я могу эту систему выделить два раза табом нажимаю первый раз у меня выделяется все элементы системы второй раз так нажимаем у меня выделяется сама система и вот здесь в настройках я вижу имя системы он меня автоматически назвал вот так опять механизма dsk отработанный воздух 1 это у него стандартная схема так назвать и в этот раз я уже могу удалить именование написать там в 101 все он мне присвоил новое имя и в диспетчере инженерных систем я теперь могу его видеть вот он в 101 у меня появилось идем дальше да опять же денис спрашивает по поводу проводов как я уже говорил а дмитрий соколов спрашивает подскажите пожалуйста если расход воздуха в механической вентиляции до и после вентилятора получается разный какие настройки нужны так сейчас подождите если расход воздуха в механической вентиляции до и после вентилятора получается разный вообще здесь у каждого оборудования него вот есть такой вот расход расход воздуха его можно прописывать самому допустим там 500 вот так же он берет может брать расход из системы вот сейчас он ведь не активен это происходит потому что система сама мне этот расход дает вот здесь вот расход 600 сейчас подождите момент возможно в этом семействе задан уже такой расход сейчас подождите посмотрим так нет сожалению на этот вопрос я наверное сейчас не отвечу непонятно почему я вот обновил расход воздуха на 600 метров кубических час а здесь он еще мне оставил старый расход на 575 сейчас я наверно на этот вопрос не отвечу давайте пойдем пока дальше евгений однолинейные схемы в ревите не представлены они их создавать придется либо вручную либо при помощи плагинах плагины сразу скажу так мне на ум не приходят какие какие плагины это делают ну такие в общем доступе дальше виталий какие семейства по электрике лучше всего представлен если хорошие базы для скачивания сейчас по электрике у нас в автодеск кажется они еще не представили если мне не изменяет память и не представили шаблон с семействами электрики и вообще шаблон электрики помимо этого некоторые учебные центры предоставляют такие библиотеки вместе с курсом и вместе с шаблоном помимо этого различные производители уже создают свои библиотеки с со своим оборудованием и также ну соответственно библиотека создается самими проектировщиками вот если проектная организация работает в ревите и выпускают все все документацию за ревита то у них есть своя библиотека вот но здесь конечно они вряд ли поделятся с вами и с остальными потому что это конечно большая работа алексей спрашивает экспертиза принимает бим проекта и как дела обстоят с ревитом с аксонометрией ну с аксонометрией все прекрасно вот можно это увидеть на вот этом на любом абсолютно 3d виде это аксонометрия и ее можно также оформлять и создавать какие-то узлы 3d узлы для лучшего понимания как у нас там все происходит особенно это хорошо видно если мы там делаем допустим какие-то сводные сводные виды где у нас сразу же несколько различных систем идет чтобы посмотреть там настройки как там все это увязывается это первое и второе экспертиза бим проекты принимают но конечно она принимает их так сказать в довесок к основной документации к чертежам к плоским вот но ну такая то еще история конечно она только зарождается вот но уже практика такая есть некоторые проекты были представлены в экспертизе не только в качестве плоской документации но и также добавляла стоящую бим модель которую смотрели эксперты чтобы какие-то замечания закрывать уже просто смотря на модель вот алиги так анатолий в это вы вы спрашиваете существует ли возможность ревит распечатать данные проекта данные конечно чертежи распечатывать можно 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 распечатывать в pdf можно сразу же на принтер можно экспортировать в автокад это все предусмотрено а меня слышно коллеги отлично отвечу на вопрос александра запись будет еще раз скажу запись у нас идет через несколько дней после вебинара мы публикуем на сайте и после этого делаем рассылку по тем кто зарегистрирован на вебинар на почту вам придет ссылочка вы сможете посмотреть также вы можете посмотреть записи предыдущих вебинаров у нас я напомню сегодня пятый вебинар из серии все пять вебинаров у нас на сайте выложены вы можете их посмотреть любой который вам необходим да вопрос я продублировал александра по поводу того можно ли распечатать данные есть ли еще вопросы у нас есть еще пару минут можем еще ответить на вопросы и здесь еще комментарии на вопросы которые возможно мы не смогли ответить прямо сейчас вы можете отправить их нам на почту наша почта сейчас я отправлю чат и мы по возможности у станислава уточним информацию и отпишем вам ответ почта инфо собачка зонс точка ру и пока а если есть вопросы напишите вам стараемся ответить прямо сейчас вот почта в чате так вопрос еще можете поконсультировать по семейству созданию анастасия в принципе конечно это сделать можно но есть курсы по созданию семейств в некоторых учебных центрах это это представлено вот в принципе туда можно пойти обучиться чтобы не делать самостоятельно я думаю прогресс будет гораздо больше таким образом коллеги напишите в чат если есть вопросы если вопросов нет тогда соответственно напишите что вопросов нет и мы тогда будем завершать вопрос есть когда планируется по отдельным темам электрика отопления и вентиляция я чуть чуть раньше говорил о том что мы планируем следующий вебинар уже начиная с последующего года потому что до конца этого года график уже составлен и все вебинары они уже запланированы соответственно с начала следующего года будет планироваться новый список вебинаров и вполне возможно что какая-то из этих узких тем уже будет включена а в этот список вот текущие вебинары которые анонсированы на сайте я отправил чат еще у кого то вопросы какие-то будут если я не вижу вопросов видимо вопросов нет я предлагаю на этом тогда завершать спасибо всем за участие приходите на следующий вебинар да всем спасибо анатолий вам тоже спасибо всем до свидания до свидания